Я думаю, хоть раз попробовав грузинскую кухню, вы влюбитесь в нее навсегда. В Аджарии насчитывается более 150 наименований различных блюд. Сейчас мы находимся в сердце батонского ресторана, на кухне и узнаем, как готовится настоящий аджарский хачапури. Без хачапури, популярном блюде грузинской кухни, не обходится ни одно застолье в Грузии. Примечательно, что в 2011 году Грузия подала патент для защиты названия рецептур этого блюда. Название хачапури происходит от слов творог хачо и хлеб пуре. Единого рецепта хачапури не существует. Есть хачапури мегрельские, имеретинские и другие. Поскольку мы находимся в Аджарии, то пробуем хачапури по-аджарски. Его пекут в форме лодочки. Сыр кладут в середину, заливают яйцом и выпекают в духовке. Аркадий, а сколько в день вы делаете хачапури? 700, 800, 600, ну до 1000 не добрался еще. А вас кто-то учил? Как вообще? Ну, конечно, учили. Сколько лет вы этим занимаетесь? Из моих 41-го года, 26-й полгода пошел. Не устаете? Устаем, конечно, не видите, у нас жарко. Да, жарко. Азарбаев у нас кушал хачапури. Как-то президент Миша Саакаш. Да, я поняла. Он привел его сюда. Они кушали хачапури. А вот так аджарский хачапури выглядит, когда его подают. Сейчас я его попробую. Такой запах. Жаль, что камера не передает всех ощущения. Безусловным мастером приготовления хачапури по-аджарски считается знаменитый грузинский шеф-повар Гия Агирба. Именно он привнес блюдо новшества. Как только хачапури достают из печи, лишнее тесто по краям лодочки удаляется. Таким образом, в ней остается мягкий аппетитный сыр и корочка из теста по бокам. Ее отламывают и черпают ею сыр. В итоге вы наедаетесь без намека на чувство тяжести и потребляете меньше калорий.